Всем-всем-всем привет! Мы продолжаем играть в геншин и проходить события, задание легенд лета, парк развлечений, мираж. Устраиваемся поудобнее, берем всякие вкусняшечки, двери, окна, на засов, чтобы никто ничто не отвлекал от просмотра вас данного видео. Всем вам желаю приятного просмотра, аппетита или спокойной ночи. И не забывайте, друзья, подписываться на канал, рекомендовать друзьям и заходите в телеграм-канал. Ссылочки будут в описании под видео. Ну а мы продолжаем, продолжаем это событие проходить. Нам нужно следовать за капелькой, 250 метров. Тут много, куча всяких заданий, которые надо пройти. Что со звуком, почему так тихо? Дендер-частицы. Ну а я вверх могу подняться? Нет. А как я их соберу, если я не могу вверх подняться? Я теперь знаю, как их собрать. За капелькой-то мы будем следить. Да, сейчас, пойдем за капелькой, друзья. Где призвать? Ну-ка. Раз, есть. Ой, как им тяжело управлять. А где следующая частица? Ну тут вот и непонятно, куда дальше? Да ты что едешь, а? Ну а где они еще? Вот две рядышком, все. А их 10. Похоже там, у меня живет там подземелье, еще и люди живут. А как мне выпрыгнуть? Так, очень странно, очень странно. Мне надо понять. А где еще? Где они еще есть? Ладно, я его сейчас активирую. Бог с ним. Раз, два. Ну а еще где? Где? Мне вверху находится. Вот оно что. Да, подтвердить. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА так раз собрали тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо два собрали дубль 2 ну давай 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 сколько мне четыре штуки осталось собрать еще одну еще одну блин не ну в принципе время полно было пока я не начал чудить да 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 собрали ура ладно куда нам там дальше за капелькой следовать тут вот он еще какая-то капелька а сзади что а сзади еще одно испытание ух ты а как не их собрать а как мне их собрать интересно да ё-моё почему он ну не сложное в принципе задание и еще одно осталось давайте еще раз я понял теперь я теперь понял как его пройти ну и 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 чего с кем не поздороваться подозрительно рядом поздороваться с кем-то вот тоже его видите и что мне за него дали ничего ничего совершенно ничего а тут что было ладно я вот увидел то что нам нужно собирать чего пожалуйста помогите мне странно ну ладно где-то вот туда мне надо лезть серьезно серьезно и и и и и и и В общем, я куда-то пришел, не знаю, куда сам. Идея происходящая. Идея. Происходящее очень опасно. У нас не остается времени. У Ирин, ты и сама знаешь, что положение ухудшается каждым днем. Но все равно. И это твой дом. Неужели ты позволишь ему разрушиться? Я живу-то вместе, но я здесь не хозяйка. А-а-а! Пама, слышала ты голос раньше? Да, это кто-то из наших знакомых. Чутившись здесь и увидев вокруг руины, человек сразу решит, что подземелье давно заброшено. Но если ты сможешь сохранить подземелье, все будет совсем иначе. Попав сюда, человек увидит перед собой волшебную страну. До чего же чудесно вложить такую невообразимую красоту посреди безжизненной пустыни? Генерал, вы правы, но надо действовать, пока не поздно, и не поддаваться отчаянию. Самое главное, чтобы потом не пришлось жалеть. Фух, ну да. Никому не хочется жить с постоянными сожалениями. Я понимаю, я постараюсь сделать все возможное. Но с чего начать? Эй, Пайма, уже поняла, кто это? Это хорошая тетя, с которой дядя Почутый Рыцарь познакомился в далекой стране. Она божественная жрица. Божественная жрица? Это какая-то тетя Мак. Ты что здесь делаешь? Подожди, у нас гости. Приветствую, это Мираж Вилурия, а я его управляющая идея. Мне очень жаль, что вам пришлось увидеть подземелье в столь плачевом состоянии, но мы сделаем все возможное, чтобы привести его в порядок. Я надеюсь. Здравствуйте. Полагаю, мне нужно представиться. Все в порядке, сейчас я вас представлю. Хм. Мне хотелось самой... Ну ладно, пусть окажет мне такую услугу. Госпожа, которой я хочу представить, такая же гостья подземелья, как и вы. Она прославлена генералом. Не знаю, слышали ли кто-нибудь из вас о палате Омю в Анадзуме. Ом... Омю... Что? Палата Омю, где проходит суровые тренировки по омюду. Практикующие делятся на четыре различных класса и получают силу с сикигами в зависимости от мастерства. Э-э-э, подожди. И перед вами грозная генерала по той Омю под ее руководством класс с самым низким местом в рейтинге держал на впускной церемонии решительную победу над классом, занимающим первое место. Я все правильно сказал, генерал, что-то не так? То есть, самый сильный класс оказался побить слабаками или Пайман не поняла? Все это похоже на сюжет из какого-то легкого романа из Анадзумы. А дядя почетный рыцарь не так нам рассказывал, куда подевалась божественная жрица. Ой, она не хотела просить впечатление, а ее поймали на лжи. Или ей понадобилось выдать себя за кого-то другого, а тот, как назло, знакомый. Она вроде смущена, но уверенности в себе не растеряла. И это так круто, когда кто-то перечисляет твое достижение. Может мне тоже придумать себе какое-нибудь созвание. Вдруг это поможет мне быстрее заводить друзей. В знак уважения меня действительно надо называть генерал, но мы не настоящими сангономия кокоми. Божественная жрица острова Ватацуми и непревзойденный стратег сил сопротивления. Все будет хорошо, пока ее превосходительство здесь, так говорят жители Ватацуми. И это их утешает. Она прилагает все усилия, чтобы продать ожидания своего народа и эффективно управлять острым Ватацуми. И только в редкие минуты, когда у нее есть свободное время, она может отложить свои обязанности божественной жрицы и почитать любимые книги. Ой, простите, генерал, то есть госпожа сангономия. Зови меня, как тебе нравятся идеи. Имена и прозвища это всего лишь условные знаки. Я поняла. Это совсем как в сказке, которую мне рассказала мама. Клей сейчас все объяснит. В той сказке много-много людей отправились на поиски приключений в страну Баттеляндию. Там был король, был рыцарь. А госпожа сангономия совсем как называется умный человек, который знает. Как решить любую проблему? Может быть, мудрец? Ну да, генерал, по-моему, в сути своей есть мудрец. Тогда я тоже буду танцевать с тебя, генерал. Хи-хи, тетя генерал. Я не против, звучит очень мило. Во всяком случае, лучше многих других прозвищ, которые мне давали. А как мне к вам обращаться? Мы ведь с тобой товарищи по оружию. Хм, помню. Но я вижу, что мои спутники тоже личности весьма незаурядные. Может быть, ты нас познакомишь? Клей тоже хочет себе какую-нибудь роль. Придумал, я буду магом. Маг умеет летать. Вжух! Клей будет великим вором. Дядя почетный рыцарь будет рыцарем. А Пайман феей, который всюду следует за рыцарем. Великий вор? У детства я часто играл в воров и пиратов, так что это роль мне подходит. И не просто вор, а Великий вор. За это звучит. Подождите-ка. Значит, роль рыцаря уже занята? Эл, ты будешь великим мечником с супер-острым мечом и супер-блестящим плащом. Хм, так-то лучше. А Клей, ты будешь целителем. Клей, если хочешь, я могу уступить тебе роль рыцаря. Нет-нет, будь целителем тоже очень здорово. Только мне уверена, что мне хватит знаний. Я всегда представляла себя искателем приключений или музыкантом. И никогда не думала, что могу быть целителем. Мне кажется, наставник Тигнарии больше подходит на эту роль. Клей, не переживай, ты будешь лучшим на свете целителем. Ты молчаливая, но очень добрая. Совсем как целитель из маминой сказки. Ты спрашиваешься, не волнуйся. Я слышала, ты здорово умеешь управляться с повязками. Наверное, не с повязками, а с палатками. Но я постараюсь. Попробую себя в роли наставника Тигнарии. Это отличная идея. Каждый гость в подземелье получает новую роль, чтобы перенестись в игру. Тетя Иди, тебе тоже нужна роль. В маминой сказке было много героев, но ни один не похож на тебя. Ничего страшного, у меня уже есть роль. Я управляющая. Знаю, знаю, в сказке этого не было, но ты можешь стать талисманом. Талисманом? Может быть, для Иди найдется другая роль? Талисман. То есть, такой персонаж, которому не нужно ничего делать, за него все делают другие. Ничего себе. Ты видишь меня насквозь. Похоже, ей очень нравится ничего не делать. Талисман нужен, чтобы поддерживать боевой дух отряда Иди. Не стоит недооценить свою роль. Ладно, тогда буду талисманом. Да, спасибо, что привел ко мне новых друзей. Теперь можешь поиграть. Спасибо, Капелька, до встречи. Капелька. Так вы его назвали? Ему подходит такое прозвище. Мы немного ушли от темы, но если мне не изменяет память, ты говорила, что у тебя неприятности, что-то не так с миражем, велурья. Просто недавно в подземелье случилась большая поломка. Как если бы небо и земля вдруг поменялись местами. Пропало несколько деталей из ядра подземелья. Их пропажа сказалась на всем, что вы видите вокруг. Многие элементы подземелья больше не работают. А несколько дней назад я согласилась принять в подземелье дочь моей подруги. Когда она, кажется, здесь ее видит, в каком все состоянии. Ой, так ты и есть мамина подруга, тетя пустыня. Я Кли. Вот я принесла волшебное приглашение. Что? Подожди ты, ты. Посмотрите-ка, как расширились ее зрачки. А она не ожидала такого поворота. Да, она уже в ужасе. Меня сюда отправила мама. Она самый сильный мах на свете. Мама сказала, что ее подруга живет в пустыне. Ты живешь в пустыне, значит, ты и есть тетя на подруга. Вот она что. Значит, в вашем роду магические силы передаются по наследству. А? Ты дочь? Лисы? А, я сейчас сквозь землю провалюсь от стыда. Да, точно. Спрячусь в глубинах подземелья и пережду этот позор. Увидимся через сто лет. Похоже, идея в отчаянии. Она напоминает жалкого маленького плесенника, потерявшего всякую надежду. Ничего себе, Коля, не думала, что ты такая язвительная. Не волнуйтесь, тетя в пустыне. Кли тебе поможет, и мои друзья тоже. Сделай глубокий вдох, потом выдохни. Отпусти все заботы. Кли права. У нас много что-нибудь придумаем. Да, господина, исправил ты большой опыт. Я никуда не вяжусь, но здесь собралось только людей, готовых помочь, невероятно. Кхм-кхм-кхм, не говори так, идея. Ты замечательная. Спасибо за добрые слова, спасибо. Ладно, давайте вы сейчас отдохнете, поговорите друг с другом. А я пока смогу все обдумать и распределить задачи. Стеклянно подземелье большое в малом. Нужно со всеми поговорить, да? Ну все. Во-первых, я хочу активировать кое-что. Интересно, когда все это закончится, он у нас останется или нет? Тетя-генерал, тетя-рыцар говорил, что ты приехала с острова тут, вот отцу. Амин. Что это за место? Настоящий остров? Наверняка там много рыбы. Ой, тетя-генерал, похоже на русалку. У тебя есть рыба в роду? Ох, боюсь разочаровать вас, госпожа Марх. Но я самый обычный человек. Но у меня есть много историй об острове ватацуме. Расскажу тебе по дороге. Ты не нервничай, Коля. Не рчишь. Ничего страшного. А ведь ты впервые работаешь гидом. А, нет, не совсем нет. Я просто пытаюсь привыкнуть к своей новой роли. Думаю, как говорить, чтобы получилось похоже на наставника Тигнари. Если хочешь научиться говорить по-хуже, попробуй начать с его самых любимых фразочек. Понятно. Надо попробовать. Сейчас же положите этот гриб. Нет, он несъедобный. Мне кажется, я сразу понял, что за человек тут наставник Тигнари. А ты, Кэм, твоя роль великий вор, звучит как-то нехорошо. Возможно, оно приняется так, что я ворую только у врагов. А значит, нехороший парень, разве нет? С этим не поспоришь. Какие гости в последнее время посещали подземелья? Давайте посмотрим. Ученый из Академии. Из Шахаревара. Светлый волос. Наверное, архитектор. Он перепроектировал много зданий в подземелье. Постоянно ворчал. Но работал хорошо. Добрая душа. Тоже ранимый совсем как я. Ой, что я такое говорю? Нет, я сильная личность. Потом к нам прибыл один аристократ из Монштадта. А с ним госпожа Ген. То есть госпожа Кокоми. К сожалению, я не успела должным образом их принять. Как вдруг случилась авария. Знаешь ли, ты где сейчас? Да, аристократ из Монштадта. Если я правильно помню, после аварии он отправился на север. Как же, что случилось от аварии? Если мы все починим, я смогу быстро сказать, где он находится. Но не волнуйтесь, подземелье абсолютно безопасно. Иди, какие новости. Мы же вдоволь наговорились. Отлично. Тогда дозвольте талисману идее рассказать, что именно здесь произошло. Похоже, она вжилась в свою роль. Если вкратце, работа всего подземелья управляется центральным узлом, который вы уже видели. Но в результате серьезной поломки центральный узел лишился нескольких деталей. Скорее всего, четырех деталей. Без них центральный узел остановился. О, значит, эта штуковина должна вращаться. Да, центральный узел не должен стоять на месте, как сейчас. По крайней мере, раньше он всегда вращался. Мне очень стыдно, что я плохо следила за его работой. Иди, все будет хорошо. Значит, чтобы починить большое колесо, нам нужны отсидеть стоящие детали? Верно. Я знаю, где она находится. Одна из деталей. Она упала недалеко от центрального узла. Но остальные детали придется поискать. А теперь на правах управляющих подземельями по совместительству талисмана отряда я оглашаю поручения для искателей приключений. Можно просто быть собой. Незачем принуждать себе играть роль. Ладно. Могу я попросить великого мечника и улыбца или телеколея обыскать территорию к северу отсюда? Хорошо. Как раз надо найти одного своего родственника. А я буду помогать Эоле. Так, обычно работаешь в команде с Эмбер. Так что я постараюсь сделать все возможное, чтобы компенсировать ее отсутствие. Да, ну ладно. Посмотрим, сможете ли я снять. Да, сложно. Привязайте скаут. Следующее задание для великого вора Кейма Гогли. Если вам удастся выкрыть немного времени на поиске, отправляйтесь на запад. Выкрыть немного времени? Это как? Значит, нам придется потратить немного времени, чтобы выполнить поручение. Но мы справимся. Остается генерал Санганой Мия Кокоми Рыцаревев. Если нет возражений, прошу следовать за мной. Я отведу вас. Тут где находится первая деталь. Хорошо. Хорошо. Если что-то найдется, возвращайтесь сюда. Здесь будет место общего сбора. Пожалуйста, будьте осторожны. Пересматривайте друг за другом. Особенно это касается нашего маленького мага. Хорошо. Я присматриваю за Кейм. А я постараюсь хорошо себя вести. Ладно, тогда в путь. Следуйте за мной. Помню, что видел деталь сразу за центральным узлом. Ну а если ты ее видела, почему не подобрала, не вернула на место? Если бы одна эта деталь хотела, чтобы починить подемель, так бы и сделала. Просто она ленива. Но нужно еще три детали. Я поняла, что предстоит сделать слишком много работы. Паймон понимает, первый шаг всегда самый трудный. Нам, короче, нужно куда-то вверх забираться. Я понял. Просто так все не бывает. Подожди. Да, я уже на нее наметил. На эту мяту. Все, забираем. Как всегда. То не то, то не так. То не с той стороны, то не с той стороны. Ё-моё, ё-моё. Вот ты вечно спешишь. А нам куда дальше? К нам куда-то вот туда. Побежали. Можно было все проще сделать. Я понял. Давай, давай, давай. Следуйте к первой детали. А где первая деталь? Она что, не активирована? Так. Окей. Ладно. Нам нужна Моно. Однозначно. Место Беннета. А что с тобой не так? Почему я вот эту не могу разблокировать? Бару, я еще хотел спросить, что беру тебя сюда, как у кого-нибудь. Ну, стрелотацию, пока все спокойно. Я решила воспользоваться возможностью выбраться, посмотреть мир. Я решила отправиться куда-нибудь подальше, чтобы по-настоящему расширить кругозор. Это одна из причин, когда будет время, расскажу вовсюду подробнее. Я решила оплатиться. Я решила оплатить вид, что это всё. Я решила, если приводить другую его�iami. Я решила прощу. Я решила прощу. Я решила прощу. мы этот сундучок собрали ну что ж с тем сделать как это активировать очень интересный вопрос да зачем вот она есть иди сюда подождите вот он еще одна так так это же она и есть то это она и есть а толку а здесь что у нас короче что подозрительно ничего то не понимаю я чего то не вижу мы одно активировали вот здесь что то есть замечательно замечательно ну вот туда я вот вижу что они две есть на что я должен там сделать непонятно ладно может быть как-нибудь разгадай и беда беда так а а так а нам куда но куда-то вот сюда ну в принципе это да и 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 Хорошо, да-да, притворитесь, что видите впервые, а я вам все расскажу. Это называется потоковым проектором. Все, что находится здесь в мираже Велурьем, сотворено с помощью этого устройства. Нужно поместить предмет в проектор, и он создаст копию на основе формы и внешнего вида оригинала. По крайней мере, так было раньше. После аварии у него остались только самые базовые функции. Освещение? Ну, все не настолько плохо. Сейчас он способен показать только двумерные объекты. Я называю их припринтами. Это что-то вроде черневаяков или набросков. То есть, первая деталь попала в припринты? Да, именно. Вам нужно войти туда и забрать ее, а я буду вас морально поддерживать, например, танцем. Ты серьезно? Нет, извини. На самом деле я плохо танцую. Думаю, я просто найду место поблизости, даже лишь пока вы закончите. Ладно, не хрусти, мы со всем разберемся. Ой, и сразу я переместил. Выходим. Я, наверное, не то переместил. Стой, а почему ты? Нет. Еще эту открываем. Странная... Да это нам теперь остается нам отсюда выйти. Это есть пропавшая деталь. Какая-то шестеренка. И почему она такая маленькая? Неужели она в самом деле выпала с такого огромного колеса? Трудно поверить, но это и есть одна из выпавших деталей. Остается еще три. Даже самое долгое путешествие начинается с первого шага. А хорошее начало за лох успеха. Правда? Конечно. Верь генералу. Да, ты права. Ведь не случайно подобеченные генералы держали победу над самым сильным классом в палатерме. Не стоит снова вспомнить эту историю. Как бы то мне было, спасибо за помощь. Попробую починить центральный узел. Если хотите, можете пока вернуться в город. Но почему я такая неуклюжая? И какого от меня проком. Ладно, попробую заняться ремонтом. А куда мне теперь надо? Стоп, 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 стоп. Я где-то что-то вижу. И мне это нужно. Нет. А вот это да. А это нужно мне. А с какой же... Где что задание, которое пытался выполнить и не выполнили? Ну ладно, полетели. Полетели, друзья. Сад серебряных сосудов. Это мы что, с вами только первую главу проходим, получается? Да. Однажды, летним днем, вы спойно возвращались в штаб-квартиру орда Фавониус. Там вы случайно узнаете о поразительном событии. Вот-вот начнется необычное приключение. Что случилось, Кракоми? Я немного запуталась. Да. Вы ведь говорили, что Кракоми показала вам, как пользоваться проектором. Можете рассказать все с самого начала. Мне очень интересно. Да, конечно. Вы рассказываете, как Кракоми обо всем случившемся после встречи с Кракоми. Вот оно что. О, смотрите, колесо крутится. Ой, снова остановилось. Ненадолго его хватило. И оно вращалось медленнее, чем нужно. Значит, ты видел, как Канда должна работать. Да. Я ведь прибыла сюда раньше вас. А потом случилось авария. Небо и земля вдруг поменялись местами. Да, точно сказано. Не хотелось бы пережить это снова. Ох, ничего не получилось. Похоже, центральный узел не может работать без остальных деталей. Сначала так обрадовалась, подумала, вдруг центральный узел будет не может работать без трех оставшихся деталей. Иди. Никогда не ставь танцевать на чудо. Давай следовать плану. У нас все получится. О, дядя рыцарь, дядя генерал, и наш талисман сними. Я думала, мы вернемся первыми. А вот и нет. Как и ваши результаты. Миссия выполнена. Ха, впечатляет. Даже среди личного состава орда Фавуниус едва ли найдут стаки, надежные рыцари. А как дела у великого ора и мага? Нашли что-нибудь? Конечно, мы сделали супер открытие. Место, куда мы попытались пройти, было закрыто. Мы ничего не смогли увидеть и пройти тоже не смогли. Но потом прямо из ниоткуда появилось огромное ущелье. Так что мы решили вернуться сюда. А оно сейчас появилось? Ну же, дядя почетный родец, давай я покажу тебе ущелье. Приключения в ущелье. Приключения в ущелье? Побуду здесь. Я так устала чинить центральный узел. Мне нужен отдых. Дядя генерал, пойдем с нами. Ты спрячешься за моей спиной и будешь давать умный совет. А я буду тебя защищать. Замечательно. Почту за честь дадите совет нашему юному магу. Вперед! Балдеть! Погнали! Чтобы починить центральный узел Миража Вилурьян, нужно собрать несколько деталей, которые находятся в разных местах. Кли говорит, что в том месте, где они искали деталь, появилось огромное ущелье. Да здесь много чего есть. Ну, а что я с тобой могу сделать? Ничего? Ничего. И здесь еще какое-то испытание есть. А здесь что надо сделать? Промазал. Да е-мое. И не попал? Ладно, первый есть. Вот тот самый дальний. Они что, не долетают до него? Нет, долетают, но я мажу очень сильно. А третий где? Так. Активирует три цели. Погнали. Да ты беги, е-мое, лучше. Ну. А как я их должен активировать? Вопрос. Тоже стрелять? Угу. Угу. Поражено три цели. Кого я должен поразить? А где следующие? Да блин, ну что ты мне все это... Я же их же должен поразить, получается. Что-то я не понимаю, подождите. Окей. Я сперва много потратил... ...времени. Третий вот туда улетел. Ну на. Да. 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 Ага. Вот они, три цели Испытание выполнено Где сундук? Да ё-моё А что я всё собрал? Вот оно всё, всё поскатилось к чертям Ладно, мне куда идти Там ещё одна точка телепортации, которую я не активировал Серьёзно? Мне кажется, он всё больше и больше становится, друзья Да? Подожди, а что-то? Не-е-е Грибы, цветочки Грибы, цветочки Грибы, couли? Ну-о-о-о Играет музыка. Вот он, точка телепортации. Вот он, видите? Раньше здесь... Здесь этого ущелья не было. Да, перед его появлением раздался слабый звук. Будто в районе щитов какой-то механизм. Щелк, щелк, щелк. Возможно, это был центральный узел. Значит, ущелье появилось, когда он начал вращаться. Привет. Кажется, вы новенький. О, привет. Да, но не знаю, что здесь живут другие люди, кроме Иди. Вы ее видели? Под земель и царит полная неразбериха, а ее следы просты. Простите, но кто вы? Ах да, я не представился. Меня зовут Фердинанд. Мы с братьями присматриваем за этим местом. А с тех пор, как небо и земля вдруг поменялись местами, резьбы, таратайки и прочие устройства больше нельзя соорудить прежним методом. Иди, я пытаюсь отремонтировать подземелье. Мы только что ее видели. Правда? Я думал, она сидит в окромном уголке и ждет, когда все проблемы решатся сами собой. Я проверил станцию по пути. Ни одна не работает. Не работает? Ты можешь рассказать нам, что случилось? Ну, вы ведь просто путники, которые оказались здесь по воле случая. Нет, я Мох Кли. Я помогу тете Иди. Мох? Я объясню. Вы представляете Фердинанд и объясняете, что произошло. Понятно. Помощь нам не помешает. Это точно. Сейчас самое главное восстановить работу таратайок. Да? А почему? Дороги здесь слишком извилистые. Передвигаться по рельсам удобнее. Нам понадобится вот эта штуковина. Идея вам о ней рассказывала. Потоковый проектор? Именно. Нужно поместить в него какой-нибудь предмет, чтобы получилась таратайка. Какой предмет? Похоже на тележку. Да, можно и так сказать. Но не всякая тележка подойдет к нашему рельсу. Мне приходит в голову что-то вроде переносного со светильщем. Но у нас нет необходимых материалов. Воев, а ты что думаешь? Может сходить сгодится обычная деревянная тележка? Да, знаете, материал для него будет достаточно просто. Воюзерянная тележка недостаточно прочна. На ней может быть опасно ездить. Да? Друзья, посмотрите, что получился у Кли. Та-дам! Тележка готова. Ой, и правда, Кли, ты такая молодец. Оно идеально нам подходит. И выглядит намного симпатичнее, чем творение идеи. Молодчина, Кли. Ммм, я решил попробовать. И, бам, получилось. Кли, Байман хотел спросить, а из чего сделана эта тележка? Из прихс, как бомбы. Байман так и знала. Ммм, что не так? Если все в порядке, пора готовиться к отправлению. Но тележка сделана из... Да какая разница. Таратайка сделана из бомбы? Ничего страшного, я все понял. Улучшился, Таратайка связана с исходным материалом только формы. Как бы вам объяснить? Ничего, ничего. Теорию можно опустить. Просто Байман не хочет превратиться в одну из рыб на возле звездопада. Хм. Когда поедем кататься? Подожди немного, нам нужна энергия гидроэталона. Итак, мы готовы. Все на борт. Но мы уже с вами в следующей серии. Поедем кататься. А на сегодня все. Всем вам спасибо за просмотр. До новых встреч. Не грустите, не болейте. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok